Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о чеканке винограда. Что это такое, сроки, как это делать и вообще для чего это нужно. Первый вопрос, что же такое чеканка? Это удаление верхней части побега, таким образом мы приостанавливаем его рост. Второй вопрос, когда? Здесь на самом деле есть очень-очень много споров, очень-очень много различных мнений. И различные ученые в разное время говорили. Одни считали, что это можно делать сразу после цветения, кто-то считает, что надо это делать, когда рост побегов приостановится, кто-то считает, что это надо делать за 30 дней до начала созревания урожая. Кто-то, например, ведет подсчет листьев, сколько листьев есть на побеге, и тогда после определенного листа удаляет верхушку. Кто-то опирается просто, например, на срок, там, конец июля, начало августа. Это, в общем, мнений очень много. Когда же это делаем мы? А мы это делаем тогда, когда виноград дорос до верхней проволоки. Может быть, это в разные сроки, на разных сортах. Все, дорос до верхней проволоки, дальше ему расти просто некуда. Поэтому мы проводим чеканку. Для чего все это делается? Тоже существует множество разных мнений. Одни считают, что это улучшает созревание урожая, ускоряет, ускоряет созревание лоз. Другие же, причем я сейчас говорю не о любителях, а о виноградных ученых, другие же, например, на некоторых сортах, на некоторых опытных станциях этого не подтверждали. Мы делаем опять же, почему? Потому что расти у нас дальше некуда. А стоит ли это делать вообще? Я думаю, что наверняка многие из вас слышали про такую вещь, как свисающий прирост. Что это такое? Виноград дорастает до верхней проволоки, потом перегибается, ну, там определенная ступенечка делается, чтобы лозы не ломались, например, и свисает вниз. Вроде бы как все хорошо, то есть большое количество, чем поясняют? Большое количество листовой массы, соответственно, чем больше листьев, тем лучше, больше сахаров и так далее. Почему это не хорошо в наших условиях? Один год мы попробовали, и вот сейчас я стою здесь, у меня русский ранний, а до этого я стояла напротив зилги, сейчас просто там солнце светит, глаза неудобно. Так вот, зилга может дорастать до верха и спускаться полностью вниз до земли, и даже, по-моему, около земли мы ее подрезали. Но один год попробовали, отказались. Значит, если мы руководствуемся тем, что у нас больше листьев, с одной стороны, да, с другой стороны, мы понимаем, что они затеняются. То есть вот эти листья, которые сейчас здесь не работают, мы получаем ровно такую же стенку. То есть с этой точки зрения особого смысла нет. Более того, мы понимаем, что когда здесь листьев становится много, хуже, гораздо проветривее, и в определенных погодных условиях это может быть даже рассадником инфекции. Поэтому это не очень удобно и не очень хорошо. Следовательно, мы проводим эту самую чеканку. И еще какой может быть вариант довольно хороший. Значит, смотрите, на эту швальеру, она чуть-чуть изогнута. Ну, тут изогнута, я думаю, что все понимают, почему. Потому что там дом рядышком. Но представьте, если бы там еще была горизонтальная плоскость, то есть мы бы хотели, например, сделать такую арку буквой Г. Вот тогда туда мы бы спокойно запустили наши лозы. Уже в более такое горизонтальное положение. Там бы они себя прекрасно чувствовали, хорошо освещались, хорошо проветривались. То есть такой вариант, если у вас арка большая, использовать можно. Если мы хотим свисающий прирост делать вот на таких прямых шпалерах, в наших условиях это делать не рекомендуется. Возможно, в каких-то других условиях, может быть, в более жарких странах, еще где-то это и оправдано. У нас в Беларуси попробовали не годится. Еще кратко коснусь вопроса о том, почему не стоит считать листья. В прошлом году, когда я снимала подобное видео, мне говорили, что надо оставлять определенное количество листьев. Значит, смотрите. Вот здесь побег, здесь 15 листьев. Я посчитала уже без вас. Листья по сравнению с моей рукой, видите. Разворачиваемся на другую сторону. Вот там, где рваное, это последствия града. Значит, здесь вот этот побег, я считала, который уже дорос до верхней проволоки, у него 10 листьев. При этом, смотрите, это три моих ладони. Ну, то есть, понимаете, считать листья, это не совсем правильно. Вот. Мы доросли, нам дальше расти некуда, там и удаляемся. А если расти есть куда, значит, пусть растет. При этом зилга у нас всегда созревает. Урожаем мы ее не нормируем. Четыре грозди на ветке. Ну, самая большая, где-то грамм 400. Понятно, что верхние будут поменьше. Ну, в среднем считаем 300-400 грамм. Всегда созревает вовремя, всегда шикарно вызревает лоза. Ну, и при этом, видите, листьев по количеству меньше, чем вот на этом соседнем кусте. Ну, и здесь надо понимать, что важно не количество, а качество. То есть, размер листа и его эффективность работы. Ну, и теперь сама чеканка. Мы обрезаем побег над проволокой так, чтобы он сильно не ломался. И учитываем, что потом еще у нас пойдет здесь пасынок. В соответственно, если хороший рост, он тоже будет расти, чтобы ему было куда расти. Приблизительно, ну, где-то над вторым листом. Потому что если я прищипну здесь, повыше, то, понимаете, еще там будет расти, расти, а ветер может обломать. Поэтому вот в данном случае вот над вторым листиком мы прищипываем, и как раз здесь у нас точка роста, есть пасынок, который пойдет расти. Прищипываем, говорю, отрезаем. Вот этот почти дорос, но он еще такой мягкий, он и привязывается плохо, обрезать его еще рановато. Поэтому подожду. Вот у нас еще один кандидат. Вот этот тоже можно обрезать. Я его обрежу здесь. И вот здесь, смотрите, раз, два. Ну, тут тоже можно ориентироваться не на листья, а просто на расстояние, на междоузле. Если междоузли будут слишком большими, то над вторым листом будет резать совершенно неудобно. Значит, режем над первым. То есть, чтобы здесь было закреплено, ну, и здесь какое-то небольшое расстояние, которое не сильно было мало с ветром. Затем у нас начнет расти вот этот пасынок. Если он будет расти слишком большим, мы точно так же уберем у него точку роста. Через некоторое время. Сейчас рост вот этого побега недели на две остановится, а потом начнет расти вот этот пасынок. Ну, и что касается теплицы. В теплице мы тоже чеканим, когда они дорастают практически до конька. Видите, там под коньком проволока. Вот они до нее дорастают. То есть, здесь просто уровень выше. Они до нее дорастают. Вот там они к проволоке привязаны. И уже за этой проволокой идет обрезка. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылки на другие полезные видео и мои контакты. До новых встреч!